Привет! Сегодня я поделюсь своей утренней рутиной и помогу тебе классно начать свой день. Для меня утро стало самой важной частью дня, которая меняет мою жизнь к лучшему каждый день, и я говорю сейчас без преувеличения. Надеюсь, что это видео поможет зарядиться вдохновением, позитивом или получить дозу мотивации, если тебе этого сейчас не хватает. Я стараюсь начинать свой день как можно раньше и постоянно поддерживать режим. Это единственное, что помогает мне оставаться в продуктивном и нормальном состоянии. К сожалению, с утра мне приходится проверять мои соцсети, телефон, потому что от этого зависят дальнейшие дела на день, встречи или какие-то важные переговоры. Я заправляю постель, немного прибираюсь в комнате, обязательно расшториваю окна. Сегодня нам повезло и было солнце, потому что сейчас его очень не хватает. Дальше идет та часть, которая помогает мне проснуться и немножко прийти в себя. Это уход за собой. Делаю массаж лица, умываю с помощью специальной щетки и делаю свою самую любимую маску. После маски я нанесла любимую сыворотку и нанесла аромат, который напоминает свежевыстерянное белье. Дальше я приступаю к тренировкам и в основном с утра я делаю йогу, но сегодня решила сделать свою основную тренировку. Если вам интересно, я тоже оставлю на нее ссылку внизу. Все это есть на ютюбе и вы легко найдете. Здесь я в шоке от того, что у меня, кажется, появляется пресс. Конечно же, принимаю душ, он снимает усталость и очень бодрит. И пока я его принимала, ко мне уже позвонился курьер с посылкой. И я решила тоже включить это в видео, потому что это составляет часть моего дня и каждый день меня сопровождает очень много звонков и посылок. И, кстати, эта юбка будет в одном из будущих роликов на ютюбе с новогодними образами и распаковками. Дальше в мою любимую часть я делаю макияж и укладываю волосы. Конечно, я делаю это не каждый день, но сегодня мне это было необходимо. На каждый день я люблю нежные базовые оттенки с небольшой розовинкой. И укладывать волосы легкой волной. Приступаем к самому долгожданному и это завтрак. Сегодня у меня авокадо-тост. Это очень просто и очень вкусно и очень полезно. Я поджариваю зерновой хлеб. Попробуйте, если вы этого не делали. Без масла просто подсушите его на сковородке. Это очень вкусно. У меня был спелый авокадо, поэтому я разминаю его вилочкой прямо на тосте. И сочетание с помидорками черри это что-то. Дальше мы приступаем к моему самому любимому. И, конечно же, это кофе. Кофе с утра я в основном пью с молоком, но в какие-то дни пью обычный американо. Никак мне не удается от него избавиться в своем рационе. Но что поделать, это очень вдохновляет меня. Дальше начинается самая ответственная и важная часть дня. Это моя работа и мои дела. У меня все происходит абсолютно дома, поэтому этот уголок, считайте, мой офис. Кстати, я для настроения забрала все же цветы из кухни, потому что они меня очень вдохновляют и заряжают. С утра под чашку кофе я посвящаю хотя бы 20 минут какому-нибудь полезному видеоролику, либо важному интервью, либо каким-то вот таким вещам, которые могут меня наполнить, дать какую-то полезную информацию. Поверьте, если вы будете делать это каждый день, по прошествии времени у вас будет неплохой багаж знаний, только если это будет направлено, конечно, на какие-то более-менее обучающие полезные ролики, а не на всякую ерунду. После я приступаю к планированию дня. Кстати, я использую в последнее время систему таймблокинг. Попробуйте, если вы это не пробовали, и я как-то увидела это у Насти Кай в ролике. И после того, как я ответила на важные эмейлы, я приступаю к учебе или чтению. Сейчас у меня проходит обучение, и мне приходится выполнять какие-то домашние задания, дополнительное чтение. И все это я стараюсь уместить в час, который мне дается с утра, потому что ты с утра свежий, продуктивный, и если вы не читали или вам сложно начать читать, уделяйте хотя бы 15 минут времени каждый день, и со временем вы дадете до часу, и это, опять же, очень сильно увеличит ваш багаж и знаний, и кругозора, и вообще сделает вас счастливей. Если не верите, то проверьте. Ну и дальше начинается уже вторая половина моего дня, я приступаю к плотной работе, к съемкам, к переговорам, к различным важным вещам, но это уже совсем другая история. Я очень надеюсь, что вам понравился этот видеоролик, надеюсь, что ваше утро прошло чудесно, а мы с вами увидимся в новых видео. До новых встреч, пока!